Дамы и господа, я всех приветствую. Давайте распакуем очередную посылку, которая мне пришла из Китая. Заказывалась эта вещица в магазине Gearbest. Давайте посмотрим, какого качества и все в таком духе. Кстати, ножницы просто отличные, отменные. Тоже заказывались в Gearbest. Посмотрите, они просто как по маслу режут. Причем они отлично подходят как для резки на кухне каких-то вещей, так и для... Я распаковываю посылки, иногда их использую, так и для, например, шитья, резать нитки, ткани и все такое. Они очень острые и, в общем-то, универсальные. Ну что ж, заказывались в Gearbest. Называются они ZAN Mini. Кому интересно, у меня на канале было видео и, в общем-то, опыт использования у них крайне положительный. Итак, вот как выглядит упаковка. Бренд называется FENJU. Заказал эту метеостанцию мой товарищ. И, в общем-то, давайте посмотрим, что она из себя представляет. Я о ней делать обзор не буду, потому что у меня, в общем-то, ее не будет в использовании. Но мнение о ней вы можете писать в комментариях, либо задавать вопросы в комментариях. И я расскажу мнение о ней, какое сложилось у того человека, который ее заказал. Чем она отличается от других метеостанций? Ну, она беспроводная. То есть, я так подозреваю, что у нее есть какой-то док, да, который стоит на столе, либо там в спальне, либо еще где-то. А модуль, который, в общем-то, делает замеры и так далее, он является Bluetooth, либо Wi-Fi. Я не знаю, по какому протоколу передает данные. И он отдельным является. То есть, здесь у нас нет никаких щупов, датчиков, проводов и так далее. Но это мои догадки. Давайте посмотрим. Кстати, по стоимости стоила она около 30 долларов. Точно не помню цену. Кому интересно, ссылка на эту штуковину будет в описании. И, в общем-то, можете посмотреть актуальную цену. Возможно, распродажи, возможно, еще что-то есть. И еще один момент. Я выкладывал на ее распродажу ссылку в группе ВКонтакте. Обязательно туда заходите. Я всех призываю, потому что там постоянно какие-то купоны, скидки, акции, распродажи и многое другое. Вот такой вот штекер питания. Блок имеет кабель, ну, наверное, длиной около метра, плюс-минус, но не менее, мне так кажется. И кабель сам дубоватый. Что у нас по характеристикам? 4,5 вольта, 150 мА. Я так давно не видел таких маленьких значений по току. И это просто... Понятно, что для этой станции больше и не надо. Но на мобильниках, да, вот такие значения по току были еще со времен Нокии. Конечно же, все подключу, проверю. Значит, вот наш сенсор. Видно, что написано беспроводной сенсор. Здесь у нас, собственно говоря, находятся, скорее всего, все датчики. Здесь и здесь. Только что забрал с улицы, поэтому все запотевшее. И, естественно, сейчас включать я это дело не буду. Нужно две батарейки по 1,5 вольта, типа размера 2А. Везде есть элементы брендирования и защита IPX4. Поэтому, если вы переживаете, что у вас эта штука там намокнет или еще что-либо, погуглите, что это означает. IPX4 означает, что защиты от пыли нет, но защита от влаги присутствует от брызг и, по-моему, даже от дождя. Ну, точно не помню. Здесь есть у нас крепление под подвес. То есть, вы можете вбить гвоздик, вкрутить саморез и повесить эту штуковину на такое крепление. Батарейный отсек. То есть, вот эта крышка снимается легко. Здесь есть переключение Цельсия и Фаренгейты. Я думаю, вам это будет видно. Вот так, думаю, будет лучше видно Цельсия, Фаренгейты. И TX, честно говоря, еще даже не знаю, что это такое. И есть переключатель 1, 2, 3, 4. Судя по всему, это у нас простенькая версия. А есть более прокаченная с каким-то дополнительным модулем. С какой-то дополнительной опцией. Здесь ее, к сожалению, нет. Здесь есть еще такая пяточка небольшая. Это сделано для того, чтобы этот модуль не прислонялся к стене, либо к столбу, либо еще, куда вы будете его крепить. И не вносил в показания погрешность. Здесь также на экранчике есть защитная пленка. Вставлю, конечно, как он отогреется и покажу, в общем-то, какие показания он имеет. Ну и, собственно говоря, есть сама станция. И, в общем-то, инструкция. Инструкция поставляется только на немецком и на английском. Страница на английском 12. Инструкция черно-белая, но качество принтов очень высокое. Есть подробные характеристики. То есть, что он меряет, в каком часовом формате показывается время. То есть, 12-24. Автоматический будильник показывает фазы Луны. И, в общем-то, много-много всего. Три уровня яркости. То есть, все функции перечислять нет смысла. Для этого нужно было бы делать отдельный обзор. Вы можете сами поставить на паузу и посмотреть на то, какими опциями обладает данная станция. Ну и дополнительно здесь рассказано на дисплее. То есть, вот здесь у нас есть пометки. А7, А2. Видите, это у нас отображаются иконки. И что означают эти иконки, вы сможете узнать вот отсюда, из этой таблицы. Также дополнительно показано, какие кнопки есть на задней панели станции. И, в общем-то, за что они отвечают. И вот, кстати, кнопочка TX, о которой я говорил. Здесь написано, что это кнопка сброса. Рассказано, как настраивать, как программировать эту штуковину. В общем-то, если кому-то интересно, могу сделать фотки и выложить в группе ВКонтакте этой инструкции. Ну и попутно рассказано о том, какая погода. Правда, вот не знаю, откуда он будет брать погоду. Насколько я помню, она есть в разных расцветках. Древесный цвет смотрится очень красиво. И вы знаете, что я вам скажу? Это не просто древесный цвет, это реальное дерево. Смотрится, конечно, очень круто. Так что, если хотите разнообразить свой интерьер вот такой вот штуковиной, я думаю, что будет выглядеть неплохо. Пленочку снимать не буду. В общем-то, это уже сделал человек, который заказал. Здесь у нас есть кнопки, нажимаются приятно, с легким отщелкиванием. Также эта штука может питаться от адаптера. Вот от этого, который я показал ранее. И от двух батареек. Вот это действительно круто. Потому что не всегда есть электричество. Иногда его отключают, например. Или, например, вы хотите, чтобы эта штука у вас была там, где у вас нет рядом розетки. Например, стояла где-нибудь на столе или в кухне и так далее. И у вас там рядом нет розетки. Или вы просто не хотите, чтобы вмешались какие-то провода. Вот, пожалуйста, решение. Две батарейки. Но, честно говоря, не знаю, насколько их хватит. И здесь есть еще одна огромная кнопка. Вот так вот она стоит в обычном положении. Наклон, конечно же, не регулируется. Очень важно, чтобы у нее был хороший дисплей. Во-первых, яркий. А во-вторых, чтобы он хорошо просматривался под разными углами. Обо всем расскажу чуть-чуть попозже. Итак, немножко я подразобрался с этим устройством. И, в общем-то, что могу сказать. Ну, полностью автоматическое. То есть, информацию от датчика, который я вам показывал ранее, он берет и автоматически сюда передает. То есть, сейчас у нас экран разделен на две части. Первое, это то, что он получает с датчика. Здесь у нас влажность, температура на данный момент. Это все можно перевести в Фаренгейты. Также можно выставить, где вы находитесь, в какой стране. И от этого будет видно, какой день недели. Например, здесь сейчас ФТО. Это вторник. Также вы можете настроить время. Я уже настроил 15.07 год. Настроить можно. В общем, много всяких настроек. И, в общем-то, видно, какая сейчас погода на данный момент. Очень много всяких настроек. Но сейчас расскажу о том, что внутри. Внутри у нас тоже встроены датчики. И они показывают, сколько сейчас температура и влажность здесь. Ну, в общем-то, понятно. Для того, чтобы это все сравнялось, нужно, чтобы этот датчик. Вот так вот он выглядит. Датчик находился прямо рядом с этим устройством. И тогда, через время, когда вы, не знаю, может быть, полчаса не будете их трогать, да, то погрешность вся уйдет. И они будут показывать, ну, я так думаю, что примерно одни и те же показания. Ну, вот сейчас можно видеть, что тот датчик, который был ближе к окну, там была чуть выше влажность и меньше температура. А датчик, который находится вот здесь внутри, и это как бы середина комнаты, то, понятное дело, что здесь температура повыше. К тому же, рядом с батареей. Ну, что ж, подключается он автоматически. То есть, ничего делать не нужно. Там они все настроили. Яркость дисплея регулируется в трех значениях. Это самая высокая яркость. Ну, чтобы вы понимали, я сейчас еще на фотоаппарате выставил такое значение. Не очень, конечно, хорошее. Вот так примерно сейчас у нас то, что я вижу глазами. Поменять яркость можно вот такими вот значениями. То есть, от такого, что вообще ничего не видно, до, это скорее всего ночной режим, до вот такого, что днем видно все довольно прекрасно. Это средний, такой вечерний режим, это уже ночной режим. Глазу видно, а вот на камеру не очень видно. В общем-то, яркости достаточно. Углы обзора так себе. Вот посмотрите, если прям совсем критические углы вот так выставлять, то видно, что матрица здесь все-таки стоит дешевенькая. Вот под такими простыми углами все видно, все отлично. Чуть начинаешь заваливать, все, здесь как на старых мобильных телефонах. Ну, и по вертикали у нас ситуация похуже, а по горизонтали ситуация получше. То есть, в принципе, дисплей неплохой для этой ценовой категории, как мне кажется. Тем более, он огромный, многофункциональный и так далее. Дисплей не сенсорный. Все управляется с помощью нескольких кнопок. Также можно включить с помощью кнопок будильник, либо выключить. Вот как он выглядит у нас, значок будильника. Показано также, что изменяется значение по температуре. То есть, выше-ниже становится. То есть, в принципе, неплохое нормальное устройство с анимацией, какое-то движение происходит. Не пустая коробка, которая стоит и только изредка показывает изменение температуры. К тому же, для тех, кому лень достать смартфон, посмотреть какая погода на улице, вот будет удобно. Единственное, что хотел бы сказать, это то, что качество измерений, точность измерений, они тут под вопросом, потому что я проверить это не могу. Кстати, обновление происходит с некоторой задержкой. То есть, сейчас здесь 23,8, а здесь уже 24 градуса. И вот видно, что сейчас сравнялось. То есть, когда светодиод вот так загорелся, вспыхнул на самом датчике, произошла передача данных. И обновленная информация, собственно говоря, отправилась на голову. Ну что ж, по поводу точности, как я уже сказал, проверить это я не могу. Поэтому будем считать, что показывать довольно точно. Ну, кому интересно, можете смотреть. Есть разные виды этих станций. Их просто огромное количество. Я ссылку оставлю. Смотрите, если понравится, покупайте. От себя могу сказать, я не знаю, как вы увидите это на экране своего там смартфона, там компьютера и так далее. Но я могу сказать, что дисплей вот так вот, мне лично, визуально, он под вопросом. То есть, в принципе, хотелось бы, чтобы он был почетче, получше углы наклона. Но в целом, неплохо. За эти деньги, неплохо. И к тому же, показана еще батарейка. Сколько сейчас заряда батареи на этом сенсоре. То есть, вам не нужно выбегать на улицу куда-то, или если вы в доме, например, живете. То куда-то, не знаю, в беседку, где у вас он установлен. Вы просто видите, ага, батарейка подсаживается. Пошли, заменили. И еще один момент, это то, что зимой вот здесь батарейки будут служить меньше. Потому что, в общем-то, батарейки не любят низких температур. Ну, это так, на будущее. Если вдруг захотите купить. Все ссылки будут в описании. Там же будут ссылки на кэшбэк, чтобы вы могли сэкономить. Ну, и заходите в группу ВКонтакте, как я говорил, чтобы получать актуальную информацию о скидках. Еще один момент, это то, что от батареек аккумуляторных пытался запитать. Здесь запитка сейчас идет от батареек компании Xiaomi, которые я когда-то покупал давным-давно. Вот так вот это выглядит. То есть, они выдают по 1,2 вольта. Следовательно, это у нас получается 2,4 вольта. А необходимо для запитки 2 по 1,5. То есть, чтобы было 3 вольта. Естественно, док-станция думает, что здесь сейчас батарейки уже подсевшие. Хотя они свежезаряжены. Поэтому это стоит учитывать. Используйте алкалайновые батарейки. Всем хорошего настроения, теплой погоды, хорошей влажности. И пока.